Приветствую вас, интернациональная аудитория! Сегодня тема просеивания песка. Когда идет любая стройка, привозят песок, и любой каменщик, хочет, чтобы у него не было камушков, или глины в песке, или еще чего-нибудь лишнего. Хочется делать быстро, качественно и хорошо. Что для этого нужно? Вот такая сеялка, как у нас. Мы уже показывали то, как нужно делать сытость, чтобы быстро работать каменщику. Вот я как-то проезжал там мимо, и несколько раз видел, каменщики вставляют сетку из кровати, и начинают наяривать. Или, допустим, делают сытость, и начинают сеять песок для штукатурки или затирки. Так вот, мастера, я вам показываю самый простой, упрощенный способ, как необходимо сеять песок. электромотор, старая бетономешалка. Здесь, конечно, все это снимается. С этой стороны мешалки есть отверстия 10 на 8. Приблизительно, я показываю, вы можете сделать и поменьше, и поуже, и хоть как. У меня, когда бетономешалка крутится, и все падает, весь отход в корешке, они падают в ведерко, щебень, мелкая фракция, 0,3-0,5. Сейчас мы ставим панерку, потому что пыль перейти на все. Чтобы сохранять всю эту пыль. Посмотрите, какая пудра получилась здесь. Пыль идет. Везде необходим песок сеянный. Заливаем отверстия, допустим, делаем мостовую, делаем затирку. У нас много песка уходит. Если нам вручную, мне нужно там целыми днями, чтобы человек один работал, именно сеял вручную. Почему мы сеем песок? Потому что у нас в карьерах существует два вида песка. Это альфа и вита. То есть альфа, это песок, который идет на бетон, он покрупнее. Вот такой, какой у нас этот песочек. И вита, это песок идет для штукатурки, допустим, для кладки камня, для кладки кирпича. В данный момент купили альфа, для того, чтобы нам сеять. Чтобы нам сеять, и оставлять, так сказать, корешки, для целей, допустим, детского городка. Потому что здесь даже ребенок, если падает, он не забивается, он чувствует себя нормально. Если вы босой ногой пройдетесь по таким корешкам, это тоже нормально. Он как бы колется, но как бы массажирует, когда идешь по нему, очень приятно. Ну и потом закрывает дно моря, которое, допустим, если каменистое, ты насыпаешь в такой песочек, и тебе удобно заходить, выходить. Поэтому такие корешки, они хорошие для детских городков, для моря, допустим, бережок отсыпать. Просто дорожки, если человек временно так делает. Поэтому мы сеем песок, и мы берем песок альфу, для того, чтобы у нас получалось и корешки, и мелкий песок. Света задает вопрос, не дешевле ли купить прямо с магазина песок, который необходим. Я скажу, такой песок вообще-то не продается, мелкий, именно сеянный. Но вы это сами знаете по своим регионам. Если вам привозят мелкий песок, в этом песочке однозначно и камушки, и глина, и чего там только нету. Почему вы и сеете, стоите с лопатой? Я покажу сейчас, как мы делаем отходного материала, сыто для просеивания песка. Колесо от мотоцикла. Второе колесо от мотоцикла. Убираю спицы. Убираю спицы. Привариваю арматуру в десятку. Через каждые 15 сантиметров. Поновариваю. Обкрутил сцитом. И так же самым проволокой завязал. Также само колесо крепление, оно крепится на болты. Я его могу свободно открутить, свободно прикрутить. И все это у меня держится за счет болтов. Вот здесь замазал замазкой. И все. И у меня хорошо работает цифры. Я вам покажу. Единственное, что необходимо знать, что вы хотите. Если вы хотите поменьше песок, чтобы быстрее проходило, если вам такие корешки не нужны, так вы можете поставить пыль быстрее, чтобы выше было. Мы заставим как можно ниже, как можно ниже, чтобы вот эту пыль от корешков отсоединили. Кто-то скажет, собирайте с помойки какую-нибудь деталь, колесо от механаки, или еще что-то, проволоку, или арматуру. Все это необходимо, чтобы что-то сделать. Откуда это берется? Это все с помойки берется. Я иногда встречал, что и мастера берут с помойки стройматериал. Почему я заговорил о помойке? Потому что у нас вышло видео, как нужно делать ведра с канист, которые находятся на помойке. Это отходный материал, и из него можно производить определенные ведра. Иногда люди говорят, зачем брать отходный материал, если можно купить? Да, конечно, можно купить. Но этот материал необходим, потому что я там показывал, это очень удобно, так все пользуются. Это бережет ваши руки, ваш позвоночник. Я встречал людей, которые не используют отходный материал. Это уже отходный материал. Я говорю, отходный материал. Она работает только в одной позиции, если ее начинаешь перекручивать, она начинает падать, и рушится само колесо. Вот переднее крепление чухонное. Я пытался варить, но она что-то не цепляет. Естественно, это все как бы менять надо, для того чтобы сделать с нее нормальную батаремешалку. Она уже потуставшая. И я решил с потуставшего сделать обновленную версию, чтобы она производила нам сеянный песок. Я вам сейчас продемонстрирую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я вам показываю, как мы это делаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Допустим, у нас мешок 9090, арматура 9090, поставили, одели мешок, и все, у нас весь, так сказать, сеянный песок летит в мешок. Раньше мы работали по-другому. Раньше у меня было только рыто, и я рассыпался песок. И мне потом переботаривать надо было лопатой в другой мешок, и я терялся время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все у нас получается. Уходит зима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все равно сеянка хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы упростили все это. Насеял полный мешок. Бетономешалку поднял вертикально. Этот каркас я вытащил, поставил, допустим, вот здесь, поставил другой мешок, перетащил бетономешалку, и все, я дальше работаю. Я не теряю время. Очень удобно. И даже если, скажем так, у вас много песка, вы можете позвать крановщика, раз поднял, переставил, или, допустим, любым погрузчиком можно переставить такой мешочек и работать дальше. То есть, очень удобно, очень продуктивно. И для меня это находка. Что касается мотора, 1400 оборотов, 1,1 кВт. То есть, 1100 Ватт на 1400 оборотов. Как раз, сколько нужно. На самом деле, 1 кВт хватает мотора, для того, чтобы он крутил бетономешалку. И он не быстро, не медленно, как раз, нормально. Я, когда задавался этим вопросом, никто мне конкретно не ответил. Никто не смог этого сделать. Я же вам отвечаю. Итак, заключение. Мастера, зарабатывайте, состоятельные люди, стройте из камня. Стройте, как мы. Стройте с лучшим мы. Потому что мы делаем лучше. Это не просто я хочу похвалиться. Это действительно так и есть. Потому что у нас бригада очень сильная. И мы можем строить в любых странах, в любых континентах. И вы можете работать с нами напрямую. Если у вас все в порядке с деньгами, значит мы с вами.